Ценители искусства в целом и творчества Казимира Малевича в частности собрал сегодня семинар в Брестском государственном университете имени Пушкина. В мероприятие принимал участие внучатый племянник знаменитого художника Игорь Малевич. Он презентовал книгу об известном на весь мир родственнике и пообщался с участниками форума. Темы поднимались самые разные, от происхождения знаменитого мастера кисти до вопросов значимости его произведений в современном мире. Я хотел рассказать прежде всего о том, что Казимир Малеев гениальный художник нашей белорусской земли. Наша интеллигенция, в общем-то, мало знает о его судьбе, его биографии, о смысле его творчества, о том, чем увлечен сегодня весь мир идеями супраматизма, элементарных форм. А мы как-то немножко только слышали. Я хотел бы прежде всего для студентов, если это возможно, прояснить картину и философию создания его основных произведений, черного квадрата, супраматизма, связи всего это с современной физикой, с современной жизнью. И, в общем-то, попытаться ответить на вопрос о том, почему весь мир увлечен Казимиром Малеевичем. В рамках мероприятия была открыта экспозиция творческих работ учащихся под названием «Супрематическая весна». В ходе учебного процесса студенты выполняли задания по композиции плаката, копированию супрематической живописи и построению объемно-пространственных структур. Реконструировали архитектон Казимира Малевича. Самые удачные и яркие работы сегодня и были представлены на суд зрителей и участников мероприятия. У нас на третьем, на четвертом курсе проходят такие дисциплины, практикум мастерских, художественное проектирование, где мы углубляемся в творчество Казимира Малевича и на основе его приемов и теории выполняем какие-то различные упражнения. И вот это не просто искусство, это, можно сказать, любование формы. Супрематизм – это модель и аналог космоса, исходный стилевой модуль данного направления простые геометрические плоскости в беспредельном пространстве. Малевич определял супрематизм как проект стилистики мира. И сегодня, спустя столетия со дня их появления, идеей этого течения авангардного искусства находятся их почитатели и ценителей, а также используются в архитектуре, дизайне и сценографии. А потому подобный форум – отличная возможность как для студентов, так и просто для людей творческих познакомиться с супрематизмом поближе и постараться понять и почувствовать замысел, заложенный в работах как современных художников-авангардистов, так и мастеров кисти прошлых лет. Малевич же у всех на слуху. Он в себе сконцентрировал основную идею авангарда, так скажем. «Черный квадрат» – это не только символ супрематизма стилевых направлений, это символ вообще авангарда всего. И простые люди задаются вопросом, а что это, а зачем это, а умеет ли он рисовать. То есть обычный житейский вопрос. Когда Игорь Александрович познакомился буквально в ноябре, конечно, первая мысль у меня созрела, что я подумал о наших студентах. Как было интересно нашим детям тоже такую личность и вживую познакомиться и послушать из первых уст, так скажем, о том, что мы на занятиях говорим. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.